Экономика и кошелек. На бытовых услугах мы экономим, в образовательные вкладываемся, а без медицинских просто не обойтись. Именно они, медицинские услуги в Хабаровском крае, подорожали более чем на 9% за год. Это максимальный рост в категории услуг. На 7 с лишним процентов выросла стоимость услуг образовательных, парикмахеры подняли цены на свою работу менее чем на 3%, а прачечные химчистки практически без изменений. В Хабаровске работать им непросто. Каждый, кто обзаводится жильем, тут же покупает стиральную машину, а туристов, которые потратили бы на стирку время и деньги, в городе не так много. Еще есть, правда, конечно, студенты, фитнес-центры, предприятия общепита, но, видимо, тоже экономят. А есть еще привычки. К примеру, когда вы стирали последний раз свои одеяло, возможно, ни разу. А Всемирная организация здравоохранения рекомендует это делать каждые 4 месяца. В общем, цены химчистках и прачечных второй год стабильны, а каковы они? Давайте сравним. Всегда интересно, правда? Те же одеяло, к примеру, возьмутся привести в порядок как химчистки и возьмут в среднем за это 250 рублей за квадратный метр, то есть где-то около 850 рублей, так и прачечные от 500 до 700 рублей. Почистить пуховик в химчистке от 1300 до 1500 рублей, а в современной прачечной до 800 рублей. Плюшевых медведей тоже стирают. В химчистках мне назвали цену от 500 до 700 рублей в зависимости от размера, а в прачечных до 500 рублей. Драгметаллы наше все. Предприятия полиметалла, работающие в Хабаровском крае, показали наибольший рост годового производства золота среди всех предприятий компании. На месторождении Светлом было добито более 4 тонн драгметалла, а изыскательские работы показали, что срок эксплуатации месторождения можно продлить до 2028 года. Амурский гидрометаллургический комбинат в прошлом году запустился на полную мощность и выдал 10 тонн золота. На новом подземном руднике Екатерина-2 начало добычи руды ожидается в четвертом квартале 2019 года. Следим за новостями экономики.